Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия» в студии Дарья Тензит. В МВД по Карачаево-Черкесии состоялось заседание коллегии ведомства. Подвели итоги оперативно-служебной деятельности подразделений МВД и территориальных органов внутренних дел на районном уровне за первое полугодие по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений, а также преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По итогам заседания коллегии министр Владимир Нефедов поставил перед подчиненными ряд задач, обозначил сроки, требования к качеству исполнения и поблагодарил сотрудников, которые ответственно и профессионально исполняли свои служебные обязанности. В Доме правительства прошло внеочередное заседание межведомственной комиссии. Обсудили вопросы организации отдыха и оздоровления детей. По организации и ходу летней кампании в режиме видеоконференц-связи приняли участие представители муниципальных органов и руководители загородных организаций отдыха и оздоровления. Ахмат Халкевичев продолжит. Открывая работу межведомственной комиссии, глава Республиканского Миноборнауки Инна Кравченко особо отметила высокий уровень отлаженной работы пришкольных лагерей как в организационном, так и в методическом планах. Все образовательные и воспитательные программы реализованы качественно и должным образом, подытожила министр. В пришкольных лагерях отдохнули свыше 6 тысяч детей. Я благодарю каждого из вас, что вы своевременно реагируете на те меры профилактические, которые необходимо проводить в летнюю оздоровительную кампанию и помогаете сделать нам этот отдых ярче, лучше и безопаснее. Ну а самая горячая пора сейчас наступает у загородных лагерей. На сегодняшний день свой летний досуг в них провели более 1 тысячи детей. Вопросов на повестке комиссии было немало. Но особое внимание участники заседания акцентировали на обеспечении безопасности в местах массового пребывания детей и подготовку всех категорий специалистов, которые будут задействованы в летней кампании. Как поведал ректор Республиканского института повышения квалификации работников образования Александр Гурин, на сегодняшний день они подготовили свыше 1 тысячи специалистов всех категорий. В этом году впервые была реализована программа «Школа вожатого. Мастерство. Основы теории и практики деятельности вожатых в организациях отдыха детей и их оздоровления». Также 36 часов программа, 16 часов практических занятий, 8 лекций и 12 самостоятельных занятий. Количество прошедших курсов по этой программе составило 60 человек. Тогда как в заявках, по которым составлялось задание, была потребность только отвезти слушателям. Природа нашего теоретического края, помимо ярких впечатлений, гарантированно благоприятствует укреплению здоровья. А это, в свою очередь, обеспечивает поток детей из других регионов страны. Около 400 детей отдыхают сейчас в нашей республике из Старобельского района ЛНР. Также до конца лета ожидается группа из Белгородской области. Ахмат Халкевичев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. В Черкесске стартовало анонсированное ранее благоустройство территорий вокруг Малого пруда парка «Зелёный остров». За процессом преображения популярного у людей места отдыха наблюдал корреспондент Артур Мхце. На протяжении многих десятилетий эта территория пользовалась огромной популярностью у жителей и гостей Черкеска. Глядя на пустующую прибрежную зону, даже не верится, что в былые времена здесь местечко свободного невозможно было найти. Победа в конкурсе «Малые города России» наверняка вернёт привлекательность в зоне отдыха вокруг Малого пруда в парке «Зелёный остров». «В планах здесь на шести гектаров произвести следующие виды работ. Будут устроены пешеходные дорожки, будет игровочный парк планироваться для детей, детская игровая тропа, установка спортивных тренажёров, такая воркаут-зона». Проектам запланировано немало интересного, в том числе точки общепита, пункт проката различного инвентаря, светодиодное освещение по всей территории. Подрядная организация имеет за плечами успешный опыт реализации самых сложных дизайнерских решений. Среди них каскадная лестница в парке «Зелёный остров», фонтанная композиция в парке «Столетия Карачао-Черкесии» и многое другое. Чуть больше года назад разработчики проекта, общественники и представители мэрии Черкеска обсуждали обустройство лестницы со стороны улицы Розы-Люксембург, что позволило бы разгрузить основной вход в парк, а также создать удобство для маломобильных граждан. «Неудобно ходить по такой лестнице, надо бы отремонтировать, было бы хорошо». «Мы очень рады благоустройству территории Малого пруда, это увеличит зону отдыха горожан, гостей республики, жителей республики. Но есть такой вопрос, это спуск в районе Розы-Люксембург, улицы вниз, как раз вот к Малому пруду. Поступало в Народный фронт очень много обращений, в том числе и от инвалидов. Мы все знаем, что там лестница в ненормативном состоянии, аварийные деревья рядом, через протоку лежит какая-то плита малой ширины и беспоручней». По словам общественников, ранее с мэрией Черкеска была достигнута договоренность о том, что в процессе благоустройства Малого пруда будет приведен в порядок и этот спуск. «Улица Розы-Люксембург, с нее есть спуск на территорию Малого пруда, на территорию вообще Зеленого острова. Планируется ли благоустройство и этого участка?» «Планируется благоустройство и этого участка тоже. Есть дизайн проекта лестницы. Там будут смотровые площадки обустроены, освещение, зоны отдыха. Человек может поднимать, допустим, наладочник, потому что пользуются люди пожилого возраста». Проект будет реализован на условиях софинансирования из федерального, регионального и городского бюджетов. Планируемый срок завершения работ – первая половина 2025 года. Артур Махцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии множество прекрасных мест, которые так и манят туристов не только нашего региона, но и всей России. Одно из них – медовые водопады. Они привлекают не только соратников Винни-Пуха, который был готов на всё ради любимого лакомства, но и ценителей захватывающих дух пейзажей. Ежегодно там встречают большое количество отдыхающих. Некоторые из них приезжают на регулярной основе. Руководитель туркомплекса «Медовые водопады» рассказал нашей съёмочной группе о туристическом потенциале, об этнографическом музее и мини-зоопарке, которые расположились на живописной территории. Смотрите подробности. «Медовые водопады» в последнее время достаточно большим спросом пользуются. И может, это и близость к Кавказскому минеральному воду. Здесь, допустим, до Кисловодска 10 километров. И мы знаем, что на Кагминводах порядка 140 санаториев и чуть больше гостиниц. Население порядка 1,2 млн. И на Кагминводах достаточно много приезжают. Ну, приезжают также со Старопольского края, с Кабарне, Болгарии. Наши жители приезжают. Ну, летом обычно 1200-1400 человек в день примерно такая статистика. А как Вы думаете, вот с какой цели же доедут? Со всей России? Ну, люди едут в Карачаево-Черкесию, потому что наши регионы, я считаю, что самые красивые. По флоре, по фауне нет равных даже во всей Российской Федерации. И вот этот горный воздух сам. Я уже не говорю про Архест, про Думбаи. Вот эти горные реки, ландшафт очень красивые. По разнотравию, по горам я считаю, что нет. Я знаю и соседние регионы. Я могу твердо сказать, что наш регион самый красивый. Расскажите про музей, который находится на территории здесь, и про небольшой такой запад. Ну, мы здесь сделали небольшой музей, карачайский этнографический музей, карачайская подворья называется. Мы собрали утварь, как жили карачаевцы, как наши жили предки там, аланы. Ну, немножко истории, чтобы люди, которые приезжают, ну, чтобы познакомиться с нашим бытом, как мы жили раньше, как мы живем сейчас. Ну, немножко, чтобы историю дать людям. Потому что люди, которые приезжают и отдыхают, не только просто чисто физический отдых. И вот познавательная часть, сегменты отдыха сейчас очень превалирует. И люди интересуются экскурсиями, дальними, ближними. Ну, и, конечно же, история, история культуры народа в Карачаево-Черкесии. А запад? Здесь у нас, здесь у нас, как бы, домашние животные рядом с музеем. Это вот карачаевская лошадь, карачаевцы. Ну, мы собрали то, что обычно у нас дома находятся. Там козы, есть бараны, там, да, допустим, там какие-то куры домашние. Это просто для детей. Я не говорю, что 100%, но абсолютно большинство, все довольные. И я думаю, что наше кавказское гостеприимство, еда экологически чисто, активный отдых, все это в сумме дает хороший результат. Люди приезжают. У нас есть отдыхающие, которые приезжают на конные туры 20-25 раз. Вот стулы есть, там, женщина 25 раз приезжала, с Москвы есть. И есть, которые приезжают, даже на пьяницу прилетают, катаются на лошадях. Ну, по 10 раз есть несколько человек, которые приезжают с Москвы. По программе развития внутреннего туризма при поддержке руководства республики сделали шикарную современную автодорогу. Вот три года мы пользуемся, она не уступает ни одной дороге. Современно там не хватает освещения. Ну, обещали освещение сделать. И благодаря дороге тоже. Потому что раньше была гравийная дорога, многие иномарки, автобусы отказывались ехать. Поэтому руководство тоже делает. Сейчас появились гранты, помощь есть. Так что развитие туризма, я думаю, что большое будущее в республике. Члены Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества совместно с сотрудниками КЧГУ и представителями юно-армейского движения провели экспедицию на Семицветное озеро в Архызе. С 2019 года в совместный план мероприятий РГО и Минобороны России входят подобные экспедиции. О завораживающих видах Семицветного озера в репортаже Аллы Динаевой. Несложный, но невероятно красивый маршрут пролегает к Семицветному озеру вдоль реки Большая Дубка. Само озеро открывается только тогда, когда подходишь к нему вплотную до этого зеркала, скрыто от глаз каменистым валом. Я сам уже измерял это озеро в третий раз. В первый раз мы там в 2015 году проводили как физические исследования, так и гидрохимические. В этот раз тоже в основном физические исследования. Юно-армейцы учились, как проводить исследования, как измерять озеро, как узнавать его глубину, размеры. Наши исследования показали, что озеро имеет максимальную протяженность 260 метров, максимально измеренная глубина 18 метров, а также температура воды колеблилась от 4 градусов до 8,5. Но среди туристов были купающиеся в это время даже в такой температуре. Название озера получило из-за удивительного светового эффекта, благодаря которому в солнечную погоду вода переливается разноцветием, образуя радугу на водной глади. Происходит это за счет цветовой гаммы окружающего ландшафта и минералов на дне водоема. Изумрудная трава, белые скалы, зеленые луга, рыжие камни – все это играет красками по воде и создает неповторимый облик озера. Но в зависимости от времени года и погоды оттенок воды разный. В зависимости от ракурса, времени и погодных условий цвет воды разный. Хотя вода на самом деле абсолютно чистая и относится к категории ультрапресных вод. И в этот раз какого цвета оно было? Ну в этот раз мы попали под дождь, периодически солнце выглядывало, озеро было темно-синево. На видеоролике можно будет заметить, какого цвета была вода. А в предыдущий раз? В предыдущий раз мы были там в ясную погоду, и там озеро колебалось от лазурного до зеленого. Семицветное озеро спрятано в скальном цирке отругов хребта. А лучшее время полюбоваться такой красотой – это, конечно, лето, когда на солнце жарко, но воздух в горах всегда свежий. Аладинаева Олег Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия. Субботний выпуск Вестей подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Приятных выходных, отличного отдыха и незабываемых впечатлений.